Анатолия Куприянова Анатолия Куприянова Мои доказательства о необходимости дальнейшей реконструкции Мозовского НПЗ Посмотрел завод И было принято историческое решение о том, что необходимо двум акционерам Компании «Славнефть» и консервному «Белнефтехим» Вложить денежные средства в дальнейшую реконструкцию завода Строительство установки каталитического крекинга Около литра того первого бензина, полученного на установке каталитического крекинга На Мозырском нефтеперерабатывающем, хранят до сих пор Это действительно раритет Такого автомобильного топлива теперь здесь уже не производят Хотя тогда, в начале 2000-х, бензин марки АИ-72 был очень даже востребован Впрочем, для самого завода этот факт значил даже больше, чем выпуск новой продукции Речь шла, по сути, о втором рождении МНПЗ Мы выполнили целый ряд сложных технологических работ по его модернизации С целью увеличения его производительности, с целью повышения качества выпускаемой продукции И считаю, что с этой задачей мы успешно справились И сейчас те нюансы, которые возникали в процессе эксплуатации этого сложного технологического объекта Они устранены Эти видеосъемки были сделаны в июле 2017 года во время завершения перевозки двух реакторов Мозырского НПЗ Каждый из них имеет массу практически 170 тонн и длину более 20 метров Для того, чтобы разгрузить реакторы, суда подтапливались до уровня причала Под груз заводился тягач, который выкатывал груз на сушу Сегодня эти реакторы являются частью, по сути, нового завода Реализация масштабного инвестиционного проекта строительства комплекса гидрокрекинга тяжелого сырья Позволит вывести процесс нефтепереработки на качественно новый уровень Значительно повысить глубину переработки нефти и общую эффективность работы предприятия Завод думает о будущем, потому что введение в строй этого комплекса позволит увеличить глубину переработки до 90% Увеличить выход светлых нефтепродуктов до 77% Это уже мировой уровень нефтепереработки Это то, к чему мы стремимся Планируется, что на этом комплексе ежегодно можно будет перерабатывать до 3 миллионов тонн сырья Кстати, установка не имеет аналогов в СНГ А в мире их существует всего 8, не считая Мозырского Сегодня в это уже тяжело поверить, но без реализации здесь ряда инвестпроектов ныне городообразующего предприятия могло уже и не быть Я думаю, что НПЗ был бы до определенного периода Потому что без установки католитического крекинга с набором тех технологических объектов, которые были сформированы в советское время на Мозырском НПЗ Он бы не смог эффективно работать и я думаю, что бы он со временем остановился Реализация инвестпроектов позволила сохранить на карте промышленных предприятий региона и акционерное общество Мозырь-Соль Солевыворочный комбинат ввели в эксплуатацию в 1982 году Тогда это было одно из лучших предприятий Советского Союза в своей отрасли Через 6 лет он вышел на проектную мощность в ежегодные 360 тысяч тонн Ситуация изменилась после распада СССР Оборудование оказалось настолько энергозатратным, что предприятие оказалось на грани выживаемости Раньше на это внимание не обращали, однако когда энергоносители пришлось покупать за валюту, проблема стала глобальной Лишать ее стали строительством блок-станции Как итог, сегодня доля собственной электроэнергии на Мозырь-Соли доходит до 95% Еще один инвестпроект предусматривал поэтапную замену устаревшего оборудования Основная цель – увеличение производственных мощностей до 480 тысяч тонн с одновременным повышением конкурентноспособности продукции Сегодня модернизация Мозырь-Соли, проведенная, кстати, в основном за собственные средства, завершается Ее итог – стабильная география экспорта В условиях жесткой конкуренции на мировых рынках производственные линии работают с полной загрузкой А изготавливаемая продукция практически сразу отгружается потребителям Больше 60% сегодня на российский рынок Внутренний рынок процентов где-то до 20% Потом Украина у нас увеличилась практически в три раза объемы продаж по Украине И другие страны ближнего зарубежья – это Казахстан, Киргизстан, Молдова На сегодняшний день мы часть продукции отгружаем на рынке дальнего зарубежья – это Польша, Болгария, Венгрия и страны Балтии Привлечению инвестиций будет содействовать и открытие в Гомеле технопарка «Коралл» Сегодня этот проект реализуется за счет средств областного и республиканского инновационных фондов В этом месяце открыта только первая очередь технопарка Однако уже сейчас можно говорить, что сделан еще один реальный шаг по дальнейшему развитию экономики региона Не надо беспокоиться об интернете, телефонии, учебном классе Можно снизить нагрузку на свое оборудование, я имею ввиду, прежде всего, компьютерное Можно использовать так называемый тонкий клиент, приходить с минимумом оборудования И нагружать мощности того сервера, который на сегодняшний день имеется Вплоть до хранения своих данных на этих серверах В ближайшие годы в области планируется завершить ряд крупных инвестиционных проектов Что позволит придать дополнительный толчок экономике Гомельщины В частности, речь идет о промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей В выходе на проектную мощность Светлогорского целлюлозно-картонного комбината И создании новых производственных мощностей на Белорусском металлургическом заводе Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко Новости недели